Приветствую вас. Знаете, первое, что хочу я вам сказать, это то, что вы будете любить своего брата после свадьбы. Самое главное, что после свадьбы ничего не изменится. Второе. Я не очень понимаю, почему вы выходите замуж за человека, которого вы не любите, а просто уважаете. То есть, как бы вот, цель-то этого какая? Цель-то этого вообще в чем? Вы говорите, что вы хотите семейное счастье, но насколько для вас это важно, насколько для вас важно это самое семейное счастье, и почему оно вам так важно, почему вы хотите быть счастливым в семье, почему вам так нужна семья. Вот. Это первое. Это тоже второе. Дальше. Вы пишите, что брата любите двенадцать лет, а он меня. Вот откуда вы знаете, что он вас любит, это вопрос. Вопрос. Потому что... То, что вы описываете, ну... Не похоже. Не похоже. Не похоже. Не похоже. Что вы описываете, не похоже на... Именно любовь. Вот. То есть это похоже... С его стороны. По крайней мере. С его стороны. Я говорю, что вы вот правильно поняли меня там, а? Вот. Что именно на любовь, это... С его стороны не похоже. Вот. Вот. Это может быть похоже, там, на... Допустим... Что-то... Ну, на... Ну, на... На что-то другое, да? Может быть... Может быть похоже. Это может быть похоже, ну, действительно, на его там... З... Заботу какую... Какую... Какую-то, да? Вот. И так далее. Что-то действительно так. Вот. Но ни в коем случае, ни на любое... Вот. По крайней мере, исходя из, опять же... Того, что вы описываете. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд. То есть, то, что вы его любите, окей. С этим я, наверное, даже, ну, не буду спорить. Вот. Пока что. Потому что, ну, а как... Ну, какой смысл, да, вряд ли вы со мной... Согласитесь, если я скажу, что вы его не любите, и так далее. Ну, вот. То есть, для начала необходимо разобраться, вообще, в своих желаниях. Для начала. Для начала необходимо разобраться, вообще, в своих, значит, потребностях. Вот. Какие они? Что из себя представляют? По потребности, да. То есть, для чего вы замуж выходите? Почему вы выходите замуж за... Именно, именно, нелюбимого человека, да. Вот. Что вы вкладываете в семейное счастье? То есть, как правило, люди, которые, вот, много внимания уделяют семейным счастьям, да. Ну, то есть, которые хотят семейного счастья. То есть, они, как правило, сами испытывают проблемы с, значит, ну, собственной значимостью. То есть, у них вот с этим возникают какие-то сложности, да. То есть, они сами не реализованы, через семью, вот, пытаются добрать то, чего им не хватает, с одной стороны. С другой стороны, с другой стороны, ситуация заключается, как бы, в том, да, что вы воспринимаете, как-то, вот, свадьбу странную. То есть, вы говорите, что я боюсь, что и после свадьбы, там, буду что-то, там, думать, чего-то хотеть, и так далее. Но, вы извините, а, неужели, то есть, как бы, что изменится-то? Что изменится после свадьбы? Вот. Для вас. Что, что именно изменится? То есть, подчеркивает, да. Какое это, да какое для вас, фактически, да, ну, значение свадьбы, вот. Именно, именно для вас. Какое значение свадьбы для вас, понимаете? Вот это, то, что нужно определить вам, для себя. Далее, далее. Что касается, значит, того важного вопроса, вы пишите, не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Что делать, чтобы что? Цель какая? Значит, я думаю, я думаю, что, значит, с одной стороны, вот, то, что Марина Голикова сказала, это совершенно точно и очевидно. А то всё. Вот. Ну, я думаю, что вам, если сегодня приносит своему брату, раз вы всё-таки друг друга, ну, увидите, что он там точно, что у него тоже есть какие-то чувства, брат, любовь-любовь-любовь, это не так важно. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Ну, раз вы видите и, ну, раз вы чувствуете, скажем так, что у него есть какая-то к вам работа, да, то, значит, нужно признаться ему всё-таки. Вот, признаться ему и завершить, условно говоря, гестант, вот, завершить нужно гестант, вот, просто вы не успокойтесь, пока не признаетесь ему, потому что, ну, даже если вот выявить, выявлять с вами природу чувств, да, ваших. То всё равно вам будет казаться, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а что если, а что если он, там, ну, действительно, к примеру, что если он действительно ко мне что-то чувствовал, да, и так далее. Вот. То есть, всё равно у вас будет такая вот, ну, такая возможность, да, такая вероятность, что вот, а вдруг он всё-таки меня любил, или а вдруг всё-таки там что-то ещё. То есть, вам будет хотеться всё равно выразить что-то. Вот. Поэтому гестант очень важно, важно закрыть, и вам всё-таки поговорить, и что-то может быть для себя решить. Вот. Вот. Я не буду сейчас, да, говорить о том, что ваша любовь, она нездоровая. Вот. Понимаете? Я не могу сказать так. Но вам нужно свои чувства так или иначе выразить. Вот. И так или иначе через сердце с братом пройти. То есть, мне кажется, что это будет вас удерживать, удержать и так далее. Сначала. А далее уже можно будет смотреть, как появилась эта любовь, почему вы стали именно его любить. То есть, любовь в данном случае явно идеализация. Вот. И, соответственно, за идеализацией кроются какие-то чувства, да, какие-то желания вот с ними, и нужно работать. Далее, что хотелось бы сказать, это некое, знаете, ваше детское смышление, которое проявляется, в частности, в том, что вы пишете, каждый день обещаю себе, что завтра его забуду, но откладываю. Как бы. То есть, вот, по моему мнению, по моему мнению, вот, то, что вы обещаете себе, да, то, что вы обещаете, значит, ну, к примеру, вот, его забыть. Это уже является таким, как бы так сказать, ага, ну, самообманом, да, вот. Это является самообманом, на мой взгляд, ага, и, в общем, в общем-то, ага, это означает, что вы не хотите, ага, забывать человека, ага, на самом деле. На самом деле, вы не хотите его забывать, потому что вы ставите сами себе, вы ставите нереальные задачи, вы ставите сами себе абсолютно невыполнимые цели, и вы не сможете, вы не сможете. Человека забыть. Потому что забыть вообще невозможно. Именно забыть невозможно. невозможно. Вот. Можно изменить отношения. Можно как-то, значит, ну, реализовать свои чувства. Можно сделать так, но нельзя забыть. Поэтому вот некая детскость в вашем мышлении, да, она присутствует. И с этой детскостью тоже нужно работать. То есть с этой детскостью тоже нужно взаимодействовать. Её нужно корректировать. Да, то есть у самой этой детскости ничего плохого нет. Вопрос в том... Как вы её выражаете. Вот. Как вы выражаете свою детскость. Этого тоже нужно корректировать. Это, ну, во-первых, не случайно. А во-вторых, вам это для чего-то нужно. И третьих, это привычка. Ну, для вас это привычка. Это привычный тип вашего поведения. И просто так изменить вы его вряд ли сможете и вряд ли захотите. Ну, именно просто так. Для этого нужно что-то себе дать. Для этого нужно чем-то себя обеспечить. Понимаете? Вот. Вот, в принципе, так можно вам ответить. В принципе, так можно дать обратную связь. Значит, что у нас остаётся в сухом остатке? Невыраженные подростковые желания. Невыраженные подростковые чувства. Недостаточная отреагированность их, которая вылилась вот, собственно, в любви к своё родному брату. Не обязательно эта любовь неестественна. Не обязательно в этой любви должно быть что-то плохое. Вот. Совершенно не обязательно. Совершенно. Но, поскольку вы от этого страдаете, поскольку от этого страдает ваш жених и будущий муж, вот, то естественно, что с этим нужно что-то делать. Вот. Абсолютно естественно. Совершенно. И тут только работа, индивидуальная работа. Вот. Тогда просто подумайте, для чего вам, для чего вам семья, что вы хотите, что вы хотите получить, например, от, ну, от семьи, да, что вам нужно. Это первое, что вам нужно от семьи, чего вы хотите от семьи. Вот. А второе, это разберитесь с чувством к брату. То есть, что это за чувство. Какое оно. Чего вы хотите для брата. Хотите ли вы чего-то для него, хотите ли вы чего-то для себя. Что вообще вы чувствуете. И далее, постарайтесь воспроизвести, реконструировать, если можно так выразиться, реконструировать те события, которые происходили с вами в детстве. То есть, когда вы, когда вы в него влюбились. То есть я так вот смотрю, да, 12 лет, это 28 вам сейчас. Это значит 18, 16 лет вы в него влюбились. А, получается. что произошло тогда в 16 лет, что тогда случилось, ну, что тогда было, ну, ваше 16-летие, что происходило ваше 16-летие, вот это, пожалуй, то, что нужно определить. Пока так, это такая отравная точка. Ну, а дальше уже, дальше уже будет видно и понятно, что для вас лучше. Рассмотрите возможность перед нами всё-таки поговорить, потому что он в курсе, что вы чувствуете, вероятно, вы в курсе, что он чувствует. Так что здесь, в общем-то, ну, в общем и целом, да, здесь нужно, честно, нужно определить себя в этом. Ну, нужно определить себя в том, что происходит, да, и получить адекватную связь. Чтобы вы поняли и выразили свои эмоции, чувства к нему. Вот вам надо сделать это, вы увидите, что всё на самом деле не так, как вам кажется. Вот. И ситуация изменится. А может быть и нет. То есть тут, как бы, опять же, да, без работы, без личностного роста вашего, ничего не получится. Вот так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду раб помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.